МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Живая история. Эпизод операции «Багратион» одновець на фестивалю в Светлогорском районе. Еурагульни и не только. На Гомельщине распрацевали 15 новых туристичных маршрутов. А заразом гэтым меньшим больше подробязна. Сельскохосподарчие предприемства отримливают технику, набытую за бюджетные сродки. Сегодня распочалась поставка у господарки зернеуборочных комбайнов. А в планах по технічному оснащению «Галіны» материал наших корреспондентов. Такой масштабной допомоги сельскохосподарчие предприемства Гомельской области не отримывали давно. Кринец фінансований – две бюджетные сродки и сродки, которые выдастся в рамках державной программы по ликвидации наступства чернобыльской катастрофы. На протягу года организации отримают больше как полторы тысячи одинок разностайной техники. На сегодняшний день с начала года уже поставлено более 600 единиц. Это и энергонасыщенные тракторы, это и тракторы малой мощности, это и грузовые автомобили, масс. Скажу, что покупаем в этом году и кормоуборочных – 99 комбайнов. Вот первая партия тоже на этой неделе обещает, что пойдет в хозяйство. Сюня у господарки накировались первые 10 с 49 зернеуборочных комбайнов в творчестве Гомельмаша. При этом участцы машин колы заменены на гусеницы. Такая техника признашается для работы на первоувильготненных палетках в первую шаргу подчас уборки кукурузы в осень. Что тышится якости сучасных комбайнов, то механизаторы оценювают сие достатково высоко. Некие передуборочные работы провести придется, але их объем невеликий. Перетянуть, посмотреть уплотнение, все. Так, в принципе, готовы. Ну, я, в принципе, на 10-м работал, не жалуюсь. Хорошая машина, работать можно. Разом с традиционными комбайнами, якие працуют на дизельном палеве, по дружине президента Беларуси селита сельгазпредприемства Гомельской области, в першиню отримают так само 8 газомоторных машин. Первые четыре такие комбайны на Гомсельмаши выработать до конца этого месяца, остальные на початку наступного. У некой ступени это эксперимент. Таких машин у Беларуси еще не было. Суть – это пробные комбайны, будем так говорить. Это необходима доставка газа, поэтому пока Гомельский район. Будем отрабатывать, но если все нормально пойдет, а мы надеемся, что пойдет, потому что цена газа намного дешевле, нежели дизельное топливо. Это экономика, это работа зерноуборочного комбайна, поэтому тогда уже пойдем по всей области. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадо «Компания Гомель». У Гомеля з'явится еще один помник героям Великой Айчинной войны. Як чекается 3 липеня, подчас святковання Дня Незалежности, на площади Перамоги буде открыта скульптурная композиция, присвеченная братам Лизюковым. Наш корреспондент Олег Сенсюрова знайомился с биографией знакомитых гомельчан и сустрелся со скульптором Валерием Кондратенком. У Гомельском областном музее военной славы братам Лизюковым присвечена особная экспозиция. Это сапороды саблевые люди. Прозвище полковника танковых войсков Александра Лизюкова было в списке первого в истории Великой Айчинной указа про сваяние звания Героя Советского Союза. Этот документ был подписан 5-го жневня 41-го года. Командир знищально-супрацитанковой бригады полковник Петр Лизюков такое звание отремал у лютым 45-го. Командир партизанского отрада Евген Лизюков, Героем Советского Союза не стал, хоть и был представлен до этой узнагороды, на малой родиме братах памятали завсёдым. Ещё в экспозиции краевической послевоенной, когда была сделана во дворце Паскевичей, в общем-то там уже были материалы, собранные о братьях Лизюковых. Собственно, в Советском Союзе было 12 семей, из которых вышла подва Героя Советского Союза. Идея увековечить память об земляках героях народилась давно, але протяглый час справа обмежувался барельефом на улице, якая носить их имя. У 2015-м отповедный заказ от Гомельского Абрауканкама термал вядомый скульптор Валерий Кондратенко. Тема «Великая чина для гоня новая» и он автор мемориального комплекса, просвеченного 70-го де операции «Багартийон», памятных комплексов по городским посёлку Лою и в его стычонке Гомельского района. Спочатку, помнят, мерковалось установить на улице брата Лизюковых, але потом от этой идеи пришлось отмовиться. Подключились родственники Лизюковых, Афанасиевы, и они начали уже хлопотать о другом месте. В конце концов пришли на победу. Но один проект это сделал для братьев Лизюковых, это одно пространство. Победа – это другое пространство, другая архитектура. Так что было сделано, по-моему, 4 или 5 вариантов. Бронзовый помнят братом Лизюковым вырабляется на специализованном предприемстве «Детейный двор» в Пуховском районе. Як чекается ровно просты день, яго примем Остатский совет. До этого часа у Гомеля планируют подрактовать плясовку для помнятка. Зараз тут завершаются работы над постаментом и протягивается доброупорадкование территории. Чекается, что официальное открытие помнятка братом Лизюковым отбудется 3-го депеня подчас святкования Дня Незалежности. Это, правда, знаковое для гомельчан место на скрыжевании проспекта Перамоги и площи Перамоги, на какой, до речи, просует так само фонтан Перамоги, той самой Великой Перамоги, за которую отдали свое житие гомельчане Александр, Петр и Евген Лизюковы. Олег Синчеров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель». У Светлогорским районе в неделю 23-го червеня пройдет военно-гисторичный фестиваль. Поддей будут отбываться каля мемориального знака у гонор-операции «Багратион». Дата обранная не выпадкова, а минавито 23-го червеня 44-го года почалась военная операция, якая завершилась вызволением Беларуси. На фестивале одно, ведь один из эпизодов наступальных деяннях. Для этого задейничают военную технику и перотехничные эффекты. 15 новых туристичных маршрутов до других европейских гульнях. На Гомельщине распрацевали специальные пропановы для туристов, які завитают у нашу краину у дни проведения буйного мультиспортивного форума. Гости смогут познайомиться со славутостями, культурно-гисторичной спадчиной, побывать на спортивных объектах. Зараз на территории нашей в области дейничает 140 туристичных маршрутов. У их лейку межрегиональные и трансграничные. С початку года Гомельскую в область наведала 450 тысяч замежных грамадян, не которые мытанекерованы, иншие – проездом. Частей за усіх до нас проезжают с країн СНД, Польши, Італии и Германии. Довольно-таки большие планы мы для себя ставим. Мы должны заработать более 15 миллионов долларов всеми экспортерами, которые находятся на территории Гомельской области. В прошлом году поставленную задачу государственной программы «Беларусь гостеприимная» мы выполнили и даже перевыполнили. Поэтому я надеюсь на то, что и 2019 год будет успешен для отрасли туризма Гомельской области». Усё большую популярность набирая агроэкотуризм. В минулом годе на территории региона открыли 12 новых агросядиб. Теперых – 156. Туристы тут стали супыняться на больш протяглый термин. Отповедно, узнялся и узровень доходной частки владельников-майонткау. Передольвать тяжкости и перемогать себе. У Гомельским центры инклюзивной культуры открылась первая у Беларуси творчая летняя пляцовка для детей с особливостями развития бекрети. Чому тут вучать хлопчиков и девочинок, яким потребуется повышенная увага и додатковый клопот, доведалася Марина Джалая. Раз, два, три, четыре. По кульсу родноведовольников летней пляцовки 30 детей, самому молодшему – 5, самому дорослому – уже 19. Больше этих это хлопчики и девочинки с аутизмом и ДЦП. Батькам самостойно с ними непросто. До помогшей знайти у таких детей творческие с дольности закликаны новый проект Центра инклюзивной культуры. На протягу трех месяцев раз на тыдень с детьми будут проводить по три блоки занятков. Их научить малевать, танцевать, познайомить с жестовыми песнями да помогут оволодать новыми бытовыми навыками. Мы приглашаем активно участвовать людей, которые готовы помочь сотрудничать в этом проекте. Особенно людей с особенностями, с инвалидностью, которые могут преподавать, например, ручной труд или бисероплетение, или еще какие-то виды деятельности. И это будет непосредственный образец для этих детей, что они точно так же могут социализироваться, что они тоже могут. Сын Светланы Гулянковой Павел уже дорослый. Ему 18. По словах матери, юнак вельми складанный идя на контакт с иншими людьми. Примусить нечто зарабить на суперок его жаданию бадай, что немогчима. А на занятки летней прятцовки идя охотно, чекая их. Подчас импровизованных уроков худка включается в процесс и отримливает его широе задовольнение. Наши дети, они в основном развиваются и растут в закрытом пространстве. Это в основном семья, родители, бабушки, дедушки. Поэтому вот эта площадка, она дает возможность социализации для наших детей. И мы бы были очень благодарны организаторам, если бы вот эта программа получила дальнейшее развитие. И наши дети каким-то образом общались между собой, получали дополнительные знания. Ну и, естественно, получали какой-то доступ к обществу, к социуму. Коли летняя пляцока у Центра инклюзивной культуры будет запотребованной и найдя поддержку сирот-спонсоров и волонтеров, проект отримает развитие. Особливые дети шанс на социализацию простворчить, а их батьки могут сделать своих детей больше самостоинными и счастливыми. Марина Джалая, Василь Асипцов, телерадо и компания «Гомель». Спорт – это жизнь. Новая выстава открылась у Палации Румянцевых и Паскевича. Ретро-экспозиция адлюстровывает историю профессионного и аматорского спорта в Советском Союзе. В выставочной зале можно посмотреть на спортивную экипировку и инвентар этих часов. Лыжи, ласты, роликовые коньки, ракеты и даже мотоциклы. Спорт у СССР активно пропагандовали в прессе и на телебаченне, а так само с допомогой плакатов. Их так само можно убачить в середе представленных экспонатов. А кроме того, у экспозиции значки и медалей, дипломы и фотографии из разных споборництвов. В середе их переможцев есть и гомельские спортсмены. Например, первый олимпийский чемпион Беларуси Леонид Гейштар. Вторые европейские игры не за горами. Вот-вот будет твориться прямо на наших глазах современная спортивная история. Стоит взглянуть на старт, как все начиналось. А спорт, наш белорусский спорт, в том числе, начинался, конечно, в Советском Союзе. Выставка у нас очень уютная. Здесь представлено действительно большое множество материалов. Кое-какие экспонаты, совсем-совсем новенькие, недавно поступившие. Спасибо нашим посетителям, которые откликаются периодически на наши акции, приносят нам новые маленькие шедевры. Многие экспонаты хранятся в наших фондах уже десятилетиями. На атмосферном фронте без пирамин. Спекотное надворье заховается у Гомельской области до конца тыдня. Доход шаканных опадков по куль не прогнозуется. Удень ступок термометра вознимется до плюс 26-28 градусов. Увечеры махчима навальниться. С сирады до конца тыдня заховается 30-градусная спекота. У пятницу и субботу махчима повышение температуры до 34-х. Гэты, а так сама иншая новинны вы можете знайсти на нашым сайте у интернете по адресе www.тьвергомил.бивай. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Жаркая погода способствует росту несчастных случаев на воде. По данным специалистов Гомельской областной организации «Освод», за минувшую пятницу и выходные дни в водоемах региона утонули 6 человек. Среди них один несовершеннолетний. Купание в необорудованных для этого местах трагически закончилось для отдыхающих в Ветковском, Чечерском, Гомельском, Жлобинском районах, а также в Мозыре и Речице. Еще десятерых человек спасателям «Освода» удалось уберечь от возможного утопления. В такую погоду многим хочется освежиться в воде, но при этом не стоит забывать о безопасности. «Хотелось бы обратить внимание на строгое соблюдение правил безопасности, соблюдение правил купания в эту жаркую погоду, ну а также, чтобы не допускали случаев употребления спиртных напитков и постоянно контролировали несовершеннолетних». Тела всех утонувших обнаружены излечены из воды и проводятся судебно-медицинские экспертизы. Несоблюдение мер предосторожности и потеря внимания привели к ряду дорожно-транспортных происшествий. За трое суток один человек погиб, шесть с различными травмами доставлены в учреждения здравоохранения. Среди них трое учащихся школ, которые теперь часть каникул проведут на больничной койке. Смертельное ДТП произошло рано утром в пятницу на автодороге Гомель-Хутор. Байкер на Сузуке столкнулся с впереди идущей газелью. От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия. Несколькими часами позже авария произошла на автодороге Октябрьский Паричий-Речица. Водитель микроавтобуса Пежо врезался в двигавшийся в попутном направлении по обочине мотоблок. После столкновения 63-летний мужчина, управлявший сельхозтехникой, а также находившаяся рядом с ним на сидении девятилетняя девочка с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Еще двое школьников во многом по причине своей беспечности оказались под колесами авто. В субботу на пешеходном переходе ул. Сверидова легковой автомобиль совершил наезд на 9-летнего ребенка, переезжавшего проезжать на роликах с чипсами в руках. А в Новой Гуте Гомельского района четвероклассник внезапно выехал на дорогу из-за дома на велосипеде. В обоих случаях дети не убедились в безопасности совершаемых действий. Как результат, под колеса автомобиля попал ребенок на велосипеде, а также ребенок, который двигался на роликовых коньках через пешеходный переход. Поэтому госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения, в том числе и к юным участникам, о том, что при подходе к пешеходному переходу либо подъезде к пешеходному переходу самое первое, что нужно сделать, это убедиться в безопасности своего маневра. Обстановка с пожарами, несмотря на жару, оставалась в выходные относительно спокойной. Однако все же не обошлось без ЧП с пострадавшими. В деревне Михалевка Кармянского района в пятницу поздно вечером произошло возгорание дома, в котором проживал 86-летний мужчина. До прибытия подразделения МЧС хозяин дома 1933 года рождения при попытке самостоятельного тушения пожара получил термические ожоги верхних дыхательных путей головы и шеи. И с данным диагнозом был госпитализирован в учреждении здравоохранения Кармянская центральная районная больница. Пенсионер получил ожоги первой и второй степени, за его жизнь борются врачи. Огнем уничтожена кровля и веранда дома. Причина пожара выясняется. Одна из версий неосторожное обращение с огнем. Это все, что мы успели вам рассказать в отведенное время. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Завершились очередные матчи 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Футбольный клуб Гомель встречался на выезде с Брестским Динамо. Матч закончился поражением гомельчан со счетом 3-0. Главный тренер зелено-белых Алексей Меркулов отметил слабые места. Это вратари и игра в обороне. Защитники делают ошибки, которые влияют на результат матча. Мозорская славя встречалась на домашней арене с СФК Слуцк. Матч завершился со счетом 1-1. Ничья есть ничья, но я считаю, что мы были ближе к победе сегодня, рассказал главный тренер команды Михаил Мартинович. По результатам этого тура Гомель занимает 13-ю строчку турнирной таблицы. У зелено-белых в активе всего 7 очков. Мозорская славя расположилась на седьмой позиции с 17-ю баллами. Лидеры чемпионата Брестская Динамо Борисовский Батэ и Солигорский Шахтер занимают первое, второе и третье места соответственно. Сыграны поединки 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. Реческий спутник потерпел поражение от Новополоцкого Нафтана со счетом 2-1. Светлогорский химик проиграл в гостевом матче с Брестским Рухом 8-1. Гомельский локомотив пропускал завершившийся тур, по итогам которого опустился на одну строчку в турнирной таблице. Сейчас железнодорожники делят пятое место с Брестским Рухом и имеют в активе 19 очков. Спутник разместился на две позиции выше и занимает третье место с 21 баллом. Химик занимает десятую строчку с 10 очками. Лидирует в чемпионате Смолевичи и Бобруйская Белшина. Они находятся на первом и втором месте соответственно. В Речице прошел турнир по регби «Золотой песок». В соревнованиях участвовали четыре команды. Гомельская дружина «Кватро» и Речицкая «Урожай», столичная «Хоругва» и команда из Брянска «Пересвет». В матче за третье место встречались гости из Брянска и хозяева турнира из Речицы. Россияне победили со счетом 13-0 и увезли домой бронзовые медали. В финале встречались минчане и гомельчане. Регбисты из клуба «Кватро» одержали викторию в дополнительное время 7-6. И к новостям европейских игр в состав белорусской команды на этот турнир вошел 221 атлет, из которых 35 гомельчан. Задачу на соревнования президент Беларуси озвучил ранее. Завоевать медали не меньше, чем на европейских играх в Баку. Напомню, в столице Азербайджана белорусы завоевали 43 награды, из которых 10 золотых. В программе Европеады пройдут соревнования по 15 видам спорта. В восьми из них состязания станут квалификационными к Олимпийским играм в Токио. А соревнования по боксу и дзюдо пройдут в статусе чемпионатов Европы. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова